Наталья Шенкевич увлекается макросъемкой, поэтому на сегодняшнем мастер-классе рассказывает об особенностях и нюансах съемки животных и растений в дикой природе. «Такая фотоохота, особенно в первое время, не требует помощи ассистентов и специального оборудования», – отмечает Наталья. Фотограф дикой природы может быть и одиночкой, но обязательно с характером, отражая такие его черты, как терпение, внимательность и обучаемость. Прежде чем отправиться фотографировать, повадки животных следует изучить. Зная особенности, гораздо интереснее наблюдать за ними. На мастер-класс профессиональных фотографов в исторический парк «Россия. Моя история» пришли те, кому небезразличны фотоискусство и восприятие мира через призму фотокамеры. Аудитория очень разнообразна, как всегда, наверное, на таких. Она не очень целевая, эта встреча. Поэтому дети, подростки, интересующиеся этим, это фотографы. И люди просто не увлекающиеся ни фотографией, ни путешествиями, но кому нравятся животные, такие фотографии. Чтобы попасть на мастер-класс профессиональных фотографов, воспитанникам детского технопарка пришлось даже подкорректировать свое расписание. Ребята часто выезжают на природу, делают снимки, отправляют их на конкурс и немного расстраиваются, что не выигрывают. На мастер-классе, организованном Самарским областным отделением «Союз журналистов России», они смогли узнать об особенностях макросъемки и увидеть удивительные кадры дикой природы. Как поймать того или иного жучка или какую-нибудь антилопу, так, чтобы они были запечатлены еще и с художественной точки зрения. Для детей это бесценный опыт пообщаться с опытными фотографами, с членами «Союза журналистов», посмотреть, как нужно снимать. Своим восприятием мира с участниками мастер-класса поделился самарский путешественник и фотоохотник Владимир Рубинчик. В его работах запечатлены самые необычные моменты из жизни животного мира. Фотограф объехал немало заповедных мест. Видел закат на соленом озере Баскунчак, колонию розовых пеликанов в акватории Маноча, пару мгновений из жизни краткоухого зайца. Работы фотографов, которые поделились своим профессиональным опытом с участниками мастер-класса, можно увидеть в парке «Россия. Моя история» на выставке «Фотограни» со вторника по воскресенье с 11 до 19 часов до 5 марта. Вход свободный. Ольга Павлова, Максим Гусев. События.